Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу в центре внимания в студии Владос Дедонис. Для человека очень важно коммуницировать друг с другом. Но есть такие дети, есть такие люди, которым это дается чуть более сложнее, чем обычным людям. И поэтому мы сегодня поговорим про программу применения альтернативного оборудования коммуникации для детей. У нас в студии председатель Амурской общественной организации поддержки лиц с ограниченными возможностями и их семей «Мир без границ» Татьяна Каримова. Татьяна, добрый день! Здравствуйте! Что это за программа такая интересная и что это за альтернативное оборудование коммуникации для таких деток? Ну, вы знаете, вот начнем с того, что такое вообще коммуникация. На самом деле дети начинают коммуницировать с самого рождения со своими родителями, прежде всего с мамой. Это элементарные какие-то языки жестов, взгляд. После начинается гуление, лепеты, жесты и все остальное. Но, к сожалению, не все детки в силу своих возможностей могут продвинуться в этом направлении. Поэтому нам на помощь приходят альтернативные средства дополнительной коммуникации. Коммуникация вообще очень важна. Это точно. Вы представляете, если какой-нибудь человек просто не будет иметь возможности коммуницировать и никак не объяснить, что он хочет. Ребенок, когда находится в магазине, например, возьмем пример, не имеет возможности маме объяснить, что он хочет, он начинает падать, соответственно, кричать, потому что он видит, что мама не понимает его. Но ведь это же не значит, что он сам по себе такой плохой. Он просто не может сказать, что он хочет, не может показать на это. А это очень важно. Очень важно, когда дети находятся в классе, и ребенок хочет туалет, и он всячески пытается показать, поерзать, поплакать, еще что-то, и педагог его понять не может, что он хочет. Он хочет пить или он хочет кушать срочно, и все вроде пытается. И ребенок начинает нервничать из этой ситуации. Да. И, конечно, в первую очередь страдает поведение и довольно-таки непростые последствия. Поэтому придумали вот такие вот дополнительные дополнительные средства коммуникации. А кто придумал? Ну, конечно... Это большая команда людей, наверняка, потому что кто-то один развил эту идею, а потом уже оформили. Потому что, я смотрю, очень интересные приспособления у вас находятся. Я знаю, что вы побывали в Кирове на обучение. Расскажите немножко подробнее об этом. Что это за обучение? Ну, Киров приезжал сюда, как и многие другие общественные организации со всей России. Было множество площадок на точке кипения. И раздел был как раз по АДК. Транзитивные средства, дополнительные коммуникации для детей с ОВЗ. Мы там побывали. Первый раз увидели это оборудование. Нам очень понравилось, что это заинтересовало, потому что, ну, я ранее нигде не видела. Да и сейчас, я уверена, что... Я уже такого вообще никогда не видела. Позже они объявили конкурс. Если мы хотим поехать на стажировку, то должны были написать проект. Мы написали, победили. Я взяла педагогу из школы 22. Девочку, она классный руководитель коррекционного класса, где детки с аутизмом обучаются. Вот. И в течение 3 дней нам показывали и рассказывали, как пользоваться всеми видами дополнительной коммуникации. Вот. Но, конечно, мы приехали, провели семинары, рассказали, показали педагогам, будущим коррекционным педагогам. Это в педуниверситете и в педколледже. Но оборудование можно было смотреть только на картинке. У нас его не было. То есть оно прибыло не так давно? Да, оно прибыло не так давно. Я так понимаю, что пока еще вы не внедрили это оборудование, но это в планах? Это в планах, конечно. Благотворительное пожертвование выделил Газпром. На эти деньги мы приобрели дополнительные средства коммуникации. Позже оно поступит в школу, где есть коррекционные классы, вот в 22-ю как раз-таки детки с аутизмом. И в детский садик номер 68. Тоже компенсирующие группы. Вот. Специалисты поработают с ним и с детками более глубоко, посмотрят необходимость. И как только мы выявим эту необходимость, то, конечно, будем писать другие гранты уже на закупку в более большом количестве. Я обратил внимание, что это оборудование немножко отличается друг от друга. А по каким типам оно делится? Ну, есть низкотехнологичные средства коммуникации. Это, например, карточки или коммуникативные книги. Вот мы видим первую страницу. Это если ребенок уже хорошо изучил карточки, он может последовательности уложить сам. Или же педагог на уроке выкладывает последовательность. То есть у нас сейчас урок музыки, мы поем, мы там сидим ровно, делаем, выполняем задания, отвечаем доски, потом у нас перемен. Можем изучать с детьми младшего возраста овощи, например, да, или фрукты. Можем изучать ягоды просто вот как бы, да, что-то... Можем их перемешать, допустим, и сказать, ну, покажи ягоды, вот он пальцем показывает, или может их наклеить, то есть выбрать, да, с этого всего. Ну, это, я так понимаю, самое простое оборудование коммуникативного? Да, это, конечно, самое простое. Ну, вот вы видите уже последовательность. То есть я иду в школу, я так захожу, раздеваюсь дальше, захожу в класс и готовлюсь к уроку. У нас урок музыки, например, урок математики, урок русского языка, культура речи. Ну, и вот та самая картинка, которая очень важна для таких деток, да? Да, очень важна. То есть в туалет. Тогда педагог четко может понять, что ребенок хочет в туалет. Вот. И в туалете, кстати, есть специальные карточки, где четко показано, как ребенок должен помыть руки, допустим, или сходить в туалет. Вот. Так, с этим понятно. Давайте дальше, потому что вот это... Я вообще не понимаю, что это такое рядом с вами. Расскажите немножко. Это Гоултолк 20. Есть Гоултолк 4, это 4 окошечка. Есть Гоултолк, допустим, 9. Это 9 окошечек. Ну, вот у нас такая более... Более как бы... Расширенный вариант. Да, расширенный вариант. Как она работает? Как она действует? Тут уже... Дело в том, что все зависит от ребенка. Угу. И все зависит от урока. Что мы ему преподаем. А, тематика. То есть, допустим, да, окружающий мир. Мы можем поставить карточки. Они легко меняются. Зима, лето, осень, весна. И признаки весны. То есть, ребенок нажимает и говорит. Я могу даже продемонстрировать. Давайте. Я видел петуха, лошадку, собаку. И таким образом ребенок рассказывает о своем каком-то опыте, да, делится. И может, соответственно, так рассказать обо всем. Да. А тут дело в том, что, вот смотрите, пять страниц. Угу. Я могу сделать одновременно пять страниц и сделать запись на каждую страницу. Мы берем другую карточку. И вставляем. Более простую, да. То есть, тоже можно обратить внимание. Здесь меньше изображений. Угу. То есть, опять же, по возможностям ребенка. Очень важная карточка, я считаю, вообще сказать, что я не хочу. И что я не люблю. Да, да, да. Не люблю. Ну, то есть, опять же. Я не люблю и, соответственно. Я. Да. Не люблю. Встричь волосы. Ага. Вы знаете, но это же оборудование гениально в своей простоте. Да. Это просто прекрасно. Я хотел бы спросить про результаты. Ну, понятное дело, в нашем городе еще пока мы не можем говорить об этих результатах. Но, может быть, в других регионах, в том же Кирове, уже есть какие-то результаты использования этого оборудования? Ну, конечно, несомненно, есть. Дети. Вот в Кирове организация Другой Добра, где мы были на стажировке, это тоже общественная организация, не коммерческая. Вот. Они используют групповые занятия чаще, особенно когда уже дети приступили к изучению альтернативных средств дополнительной коммуникации. И ребята активно используют, вот, допустим, у них на уроках технологии, так скажем, да, или творческих мастерских, вот этот планшет, ну, там много таких планшетов висит. Ну, например, я хочу красить, и тут выбор, ну, тут цвета. То есть они делают керамические тарелки, и каждый ребенок может выбрать цвет, какой он хочет, например. Или материал, какой он хочет. И причем здесь же можно сделать и тактильно. Конечно. То есть ребенок хочет шершавый материал, хочет, допустим, какой-то более гладкий. Все это можно выбрать. Татьяна, к сожалению, хронометраж нашей программы не позволяет рассказать обо всем этом оборудовании, но я хочу вам сказать, что это великолепное изобретение, отличная идея. И я надеюсь, что в скором будущем в нашем городе, в наших школах, где есть коллекционные классы, оно будет внедрено, и результаты не заставят себя ждать. Спасибо вам огромное за то, что оказались в нашей студии. Вы занимаетесь очень благим и хорошим делом. Спасибо огромное. Спасибо. Друзья, я напоминаю, что мы сегодня разговаривали о программе применения альтернативного оборудования коммуникаций для детей с ограниченными возможностями здоровья с Татьяной Каримовой, председателем Амурской общественной организации поддержки лиц с ограниченными возможностями и их семей «Мир без границ». Добра вам и всего самого замечательного! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова